Всем привет! Всех рада приветствовать на этом канале. Давно не снимала видео, даже непривычно. Наконец-то я добралась до камеры, потому что очень долго отдыхала, была в отпуске. И, честно, какая-то даже была пати, чтобы не хотелось снимать. Возвратилась в свою любимую Москву. Не успела я приехать и подцепила вирус. Заболела, слегла. Вот уже вторую неделю. Сейчас уже более-менее прихожу в себя. Сейчас, короче, что-то как-то тяжело всё переносится. Да и вообще, замечу, что с годами, раньше, если так, 20-20 копейками, ну так до 30 лет переносилось любой вирус, урви, урзе, грипп очень легко. И могла работать, и ночами не спать, и всё что угодно. Но сейчас это достаточно тяжело, болит спина, ломота и всякие вот эти вот... Чувствуете, как разговариваю, извиняюсь за свой голос. Поэтому... Ну не могла не снять это видео, потому что обязательно должна вам поделиться, показать и посоветовать вновь пришедшие ко мне посылочки с сайта iHerb. Всё, что мне пришло, это было такое, можно сказать, экстренное, экстренный заказ. Опять же, связано с вирусами, с заболеваниями. И поэтому, если кто-то испытывает в данный момент такие же симптоматики, тяжело переживает перестрой с летнего на осенний период, или там адаптация, или ещё что-то, welcome, смотрите, могу посоветовать, что я использую, чем я пользуюсь, для того, чтобы более-менее переносить и переболеть данный вирус. Устраивайтесь поудобнее, усаживайтесь, чаёк-копьёк и поехали! Итак, пришла посылочка небольшая. Заказывала посылку достаточно с хорошими скидками. Там на марку Nao были скидки. Поэтому, соответственно, я быстренько заказала. В большей степени там позиции у нас идут БАДы, как раз от марки Nao. И одна косметическая позиция, с неё мы и начнём. И были там скидки такие, как у них 10% со всего заказа, по определённому промкоду. Кажется, он даже сейчас ещё действует. Загляните обязательно, потому что там бонус лояльности отменили. И есть у нас теперь просто заказывайте 60 долларов, 10% у вас будет скидка. И плюсом на марку Nao была скидка. Сейчас, в данный момент, там происходит у них что-то невероятное. Тоже каждый день идут скидки на определённые позиции. Потому что у сайта iHerb день рождения и в большинстве случаев там скидки 23%. Поэтому спешите, заказывайте. Я доверяю этому сайту, этому магазину. Потому что я с ними не сотрудничаю. Покупаю всё за свой счёт. Потому что, ну, могу сказать, что в аптеках аптечные препараты я не использую. Может быть, там, я не знаю, Страмон-П, но не более того. Потому что, ну, не использую. Нет натуральности и всё химические, там, добавление химических элементов. Итак, что у нас здесь открыла я уже посылку. Конечно, я уже ей пользуюсь, так как заболела. Вот такие вот у них штуки, там, как говорят, американский воздух. И что я именно заказала? Значит, первое, да, начнём с косметической позиции. Я заказала вот такие вот патчи от марки Petify. В этот раз заказала Gold. Почему заказала Gold? Потому что ни разу не пользовалась, поэтому заказала, да. Здесь у меня подсказочка iPad. И я хочу, как бы, быть не голословной, но рассказать конкретно, что и чё, и как. Это патчи для глаз с золотым гидрогелем. Здесь 60 штук. От марки Petify я уже заказывала. Там, скажут, с икрой, вот такие чёрненькие. Мне достаточно понравилось. Мне вообще нравится эта марка. Всё очень замечательно и прекрасно. Все позиции проверила. Срок годности замечательный. У меня проблем вообще никогда не было. Я уже сколько? Года три, может быть, четыре заказываю с этого сайта. Никогда у меня позиции... Ну, никогда таких проблем не было. Итак, значит, эти патчи. Это плюс пять золотой комплекс, 24 карата золота, женьшень, 5000 миллионных долей, коллаген, здесь водорозовых лепестков, и асплениум. Не знаю, правда, что это такое, но если кто-то знает, можете написать в комментариях, чтобы тоже ознакомиться. Без патчи уже я не могу обходиться, потому что... Ну, потому что не могу брать какие-то припухлости, какие-то... Там на ночь, если вы больше попили водички или плохо себя чувствуете, или заболели, а надо быть в форме, хорошо выглядеть, как, например, в моём данном случае. Какую-то синеву, то есть синяки под глазами. Ну, в большей степени синяки под глазами. Это надо уже проверять, конечно, щитовидку, но всё равно патчи помогают, способствуют. Это временно такое. Кто ещё не знает, я думаю, что многие знают. Это временный эффект. Это не накопительный, не в постоянстве. Всё это временно. При вскрытии мы храним в холодильнике в обязательном порядке. Значит, такая вот коробка. Достаточно всё, упаковка отличная. Внутри была ложечка вставленная. Всё прекрасно. Ложечкой достаем, руками туда не лезем, потому что они находятся в определённом составе. Вот такая вот баночка в коробочке находилась. Конечно же, я их уже вскрыла, уже пользуюсь. Такая вот плёночка, уже закрыто здесь всё, да? Кто-то её выбрасывает, открывает, кто-то оставляет. Вот так вот, чтобы не пролить, я вам покажу вот такие вот золотые-жёлтые патчи. Запах обалденный, просто классный. Хотя мой нос ничего не чувствует, но всё равно я чуть-чуть чувствую. Да, патчи замечательные, обалденные. Лекала патчи хорошо ложится под глазик. И что мне нравится именно, не очень много вот этого состава. То есть, когда уже патч положила, и он прилипает под глазик, и ты можешь заниматься своими делами, делать всё, что хочешь. И не надо тебе лежать, ждать, когда они чуть-чуть подсохнут, чтобы они не прыгали по всему, так сказать, лицу. Вот предыдущие я заказывала патчи. Сейчас скажу, сейчас скажу. Патчи у нас были с растрактом птичьих гнёзд. Они мне очень нравятся. И маски их, и патчи. Но настолько много жидкости, что вот надо подождать, пока вот оно чуть-чуть подсохнет, чтобы потом можно пойти и заниматься своими делами. Патчи вообще держат 20 минут, но я минимум 30 держу. Я могу и 40, я ничего такого здесь не вижу. Я вот чувствую, что уже всё высохло, и, естественно, как бы я уже снимаю, вижу результат. Но прямо строго 20 я не держу, и как бы ничего такого страшного в этом нет. И мне нравятся патчи, и вот с растрактом птичьих гнёзд, мне нравятся как бы 5-фи патчи. Ну, достаточно хорошие, и те, и другие имеются результат, по крайней мере, у меня. Значит, это то, что касается косметической позиции. Всё остальное, это у нас будут БАДы. Первое, что я хочу вам рассказать, это такой вот БАД от марки Dr. Best, B12 витамин. Я пропиваю, конечно же, комплексы витамины не так часто. Пропиваю, может быть, два раза в год. Комплекс, соответственно, хороших витаминов. Не раз я рассказывала, кстати, на своём канале, и мне нравятся тоже витамины из сырых продуктов, и они более дорогие, но эффективные, хорошо усвояемые. Но, вы знаете, не всегда комплекс витаминов, он хорошо воздействует на наш организм и приносит результат. Иногда это бывает впустую. То есть мы пропиваем, и всё это у нас выходит, там, жидкостью, ещё как-то. Поэтому я иду, сдаю, проверяю свой организм, сдаю определённые анализы и, соответственно, пропиваю те или иные витамины, которые мне не хватает. Вот в данном случае я также сдала свой анализ на витамин B12 и B9, это фолиевая кислота, про неё тоже потом расскажу. И, значит, B12 у меня нехватка. Не то, что нехватка, она внизу уже, референтных значений. И поэтому, как бы, соответственно, там у нас должно быть от 500 до 700. Вот это вот идеальное значение нашего организма, здорового человека. У меня это как бы в низком значении, поэтому я купила, чтобы пропить. Запаха никакого нету. Замечательно. Вот такие вот маленькие капсулы, очень маленькие, розовенькие. Здесь у нас идёт 1500 микрограмм, 60 капсул. Одна капсула в день принимается, обязательно после еды. Я читала отзывы, многие рекомендуют пропивать на голодный желудок. Я не советую вам, тем более вы не знаете состояние своего желудка. В основном у всех состояние желудка, не в идеальной форме, даже если он у вас не болит. И поэтому я вам рекомендую всё равно это делать после еды, потому что всё-таки это витамин В. У меня в основном на витамин В аллергическая реакция, на определённые, допустим, опять же аптечные препараты, нейромультивид, ещё что-то. И я всегда с опаской отношусь к этому. Я пропиваю витамин, смотрю за реакцией организма, если всё нормально, я пью дальше. Но в основном складывается такое моё мнение, что если я пропиваю какой-то комплекс витамина группы В, то если он, допустим, там нету добавочных каких-то веществ, то есть как бы всё нормально. Если я покупаю в аптеке тот же самый нейромультивид, а там есть добавочные какие-то вещества, наверное, на какой-то из них у меня возникает аллергическая реакция, и поэтому я не пропиваю. Также у меня есть такая аллергическая реакция у моей мамы и моего сына. Поэтому я всегда покупаю с сайта iHerb, потому что у них там, смотрю на состав, добавочного ничего нет. Витамин В12, вы знаете, для чего это служит. Он нам очень необходим. Это, кстати, веганский продукт. Здесь не содержит ГМО и глютенов, что очень важно. Витамин В12 является ключевым фактором для производства энергии, синтез ДНК и здоровья нервной системы. Он также способствует производству эритроцитов. То есть В12 очень нам нужен, тем более, если девочке у кого-то начинается выпадение волос, как это случилось у меня. Я потеряла очень много волос. И обязательно я вам советую проверить щитовидку. Это гормоны щитовидной железы, в основном ТТГ. Ну и лучше Т3, Т4, антипо, конечно, тоже проверить. Обязательно нужно проверить железо. Не просто гемоглобин, а железо. Сколько накопительных у вас железа и ферритина. И обязательно нужно проверить те же самые витамины, это В12 и В9. И уже вот это все, что нужно проверить, это отвечает за наш, так сказать, волосопад для нашего падения волос. Также могут выпадать брови и ресницы, то же, что у меня было. И у меня страдает щитовидка. В этом плане. Значит, В12, здесь у нас превосходная форма витамина, это метилкобаламина. То есть, она хорошо усваивается, хорошо усвояемая. Не смотрите на большую дозировку, потому что витамин группы В очень небыстро усваивается. Поэтому, как бы, да, мы принимаем какие-то продукты, связанные с В12. Но для того, чтобы это было недолго, сколько-то надо есть продуктов, да, то есть, как бы, есть, вот, соответственно, накопительный элемент. Достаточно проверена хорошая марка, хорошие отзывы, поэтому, как бы, аллергической реакции у меня не возникло. Все замечательно, мне понравилось. И поэтому, обратите внимание, витамин В12. И второй витамин тоже группы В, это В9, то есть, в простонародье, называется фолиевая кислота. Да, но я взяла не просто фолиевую кислоту, то есть, есть у нас витамины, именно фолиевая кислота. Кстати, обратите внимание, что здесь в капсулах, да, то есть, в аптеке, в своей, группа В12, вы не встретите в капсулах, в таблетках, в основном это в уколах. Ну, по крайней мере, я не встречала. Значит, дальше, В9, это фолиевая кислота. Но я взяла не просто фолиевую кислоту, да, есть у нас витамины, прям так и написано, фолиевая кислота. Здесь я взяла витамин в составе метилфалат. Это сильнее и лучше усвояемая форма именно фолиевой кислоты. Здесь у меня идёт 400 мг, 60 капсул, тоже в капсулах. Никакого запаха нет. Это тоже такие же маленькие белые капсулы, только уже белые, вот такие же маленькие. Это у меня прописала, у меня его нехватка по анализу, я увидела. И вдобавок мне прописала гинеколог, она мне прописала 1000 мг фолиевой кислоты. Я могла взять просто фолиевую кислоту в состав фолиевой кислоты 1000 мг, либо я взяла 400 мг именно в составе метилфалат. Это 100% усвояемая фолиевая кислота. То есть, когда мы пропиваем 1000 мг, не всегда там 100% усваивается, а это уже 100% усвояемая. Поэтому очень хорошие отзывы, очень всё замечательно. Эту марку беру первый раз. Вот, посмотрите, вот этот вот марк у нас. Марка Jaro Formulas. Тоже здесь не содержит ГМО, не содержит глютена, всё здесь замечательно. Значит, фолиевая кислота нам тоже, как и мужчинам, так и женщинам очень нужна. Тем более, если вы планируете беременность, или во время беременности, после беременности. И вообще, просто здорового человека для организма. Здесь технология получения фолиевой кислоты четвертого поколения. Более стабильная форма фолата с высокой биодоступностью. Тоже веганский продукт. Кто у нас веган, так и могут использовать. Значит, здесь принимается одна капсула в день. Либо вы принимаете, как и Б12, либо с приёмом пищи, то есть вы едите пищу. И с приёмом пищи вы принимаете, она, естественно, переваривается, усваивается. Либо вы принимаете сразу после еды, сразу после еды. И ещё такой момент, то что, допустим, если вы не употребляете в своём рационе питания мясо, как я это делаю, я мясо не употребляю, моя семья тоже. То, конечно же, будет нехватка и железа, будет нехватка витамина В. Но если В-витамин мы можем в других ещё продуктах употреблять, но, допустим, опять же, та же самая клетчатка, зелень, рыба, то, конечно же, железо у нас не употребляется. Ну, оно в основном употребляется с мясом. Но это отдельная история, почему я не употребляю мясо. Я не вегетарианка. И просто я не употребляю определённые продукты, в том числе и мясо, в связи с моим организмом. Состояние моего организма и моего здоровья. И хочу сказать, я чувствую себя намного лучше и по анализам, и по состоянию. И вообще просто классно. То, что улучшает, поднимает нервная система, то, что улучшается иммунная система, мы все это знаем, очень нам это необходимо, очень важно. Я уже, наверное, сказала, что замечательные отзывы на сайте. Поэтому, кто-то, кстати, принимает на ночь. Поэтому обратите внимание, мне понравилось, хотя заказываю первый раз, но мне понравилось, очень даже здорово. Следующий продукт, который я хочу рассказать, даже ещё не открывала, это у нас идёт лицетин от марки Нау. Да, там была скидочка, вот я не побоялась и скупила. Значит, лицетин здесь у нас соевый. В основном он предназначен для мужчин, подростков, детей и женщин в определённый уровень её жизни. То есть, может быть, у кого-то менопауза, опять же, беременность. Поэтому, как бы, лицетин принимается соевый. Я принимаю подсолнечный в данный период моей жизни. Другой немножко марки обязательно. Я это приобрела для своего ребёнка. Он у меня подросток, 15 лет, 9 класс. Сами понимаете, нагрузка большая и нужно обязательно принимать лицетин. Для чего он нужен? Это устроение, усвоение и строение каждой нашей клеточки лицетин. Это работа с печенью, работа с мозгом, с другими нашими, опять же, составляющими, органами. Это поддержка нервной системы. Это, ну, как бы сказать, поддерживает даже общее состояние, здоровье. Не содержится ГМО, глютена, соответственно. Здесь, значит, в одной у нас дозировка, в одной капсуле 1200 миллиграмм. Нужно принимать две капсулы, это 2400 миллиграмм в сутки после еды. Это достаточно большие такие капсулы. Вот здесь вот всегда показывают нам марка нау капсулы какие. Я просто не открываю пока что еще. Сейчас немножко, погодя, открою. Все равно у меня сейчас другой пропивает. Но я не буду говорить о том, что марка нау имеет знак GMP. Это проверки достаточно серьезные на государственном уровне, на законном, да. То есть поэтому я доверяю этому препарату. Этот препарат я прикупаю не первый раз, в обязательной, просто в обязательной форме. У меня ребенок пропивает. И что происходит? Происходит то, что его мозг начинает работать усиленно. Он переносит тяжелые стрессы, тяжелые нагрузки, сосредотачивание, внимательность, память и так далее. Очень я даже провела какой-то мини-эксперимент без и с ним. И мне понравилось. Я вижу результат и вижу необходимость этого дополнительного продукта, этого лицетина. Лицетин нам необходим. Обязательно. Поэтому я советую подсолнечный, соевый, извиняюсь, лицетин от марки нау. Там есть в порошковом виде. Ну, как бы в порошке мы не приспособлены. Поэтому для нас лучше выпить пилюлю вот такого вот формата. Да, большая, но глотает. Ничего страшного. То есть замечательно. Отзывы замечательные. Ничем там не пахнет. Все замечательно. Запаха нет. Рейтинг тоже у него замечательный. Присмотритесь обязательно. И хватает, в принципе, достаточно долго лицетин. Следующее, что я хочу вам рассказать, это у нас, как всегда, без него мы не обходимся. Тоже от марки нау. Витамин D3. Обязательно витамин D3. Значит, что он сфокусировался? Да. Вот витамин D3. Капсулы, сразу покажу, они небольшие, маленькие, желтенькие. Запаха сильного нету. Глотать хорошо. Знаки GMP, все в порядке. Не открывала, не открыла, потому что жду уж сейчас, мы уже пропиваем не один месяц, жду сейчас результаты. Смотрю в динамике, насколько у нас есть результаты повышения. У нас нехватка, как у меня, у ребенка. Ну, как бы, и мы пропиваем. Здесь 240 капсул, в одной капсуле 2000 американских единиц. Беру всегда минимальные дозировки, хотя есть и 5000 единиц, есть даже и 10. Постепенно накапливаю в организме. Значит, здоровый человек должен иметь 70... 70-80... Какая там единица у нас идет? 70-80 норма. Про единицу я не могу сказать. Сейчас что-то я уже забыла. Вот, и, ну, это референтное значение я имею в виду, чтобы у вас было значение, результат анализа. Сейчас, в данный момент, я не знаю, какое у меня надо, вот как раз вот результат в понедельник я получу. Для профилактики прививается одна капсула, ну, 2000 американских единиц. А если вы хотите накапливать, поднимать, соответственно, уровень витамин D у себя, то вам надо пропивать как минимум 5000. Ну, в зависимости, на каком... Это надо смотреть анализ. Я пропиваю по 4000 в сутки, по две капсулы. И мне хорошо усваивается... Кишечник хорошо усваивает, и рост есть, то есть динамика есть. Я брала и этой марки, и брала Доктор Бест. Никакой аллергической реакции нет, как у меня от аптечных препаратов. Я как-то рассказывала в одном из видео. Поэтому все замечательно. И пропиваю круглый год, независимо, лето, не лето. Потому что все равно недостаточно мы употребляем и недостаточное количество продуктов, чтобы получить витамин D. И, соответственно, недостаточно мы принимаем солнечные лучи для того, чтобы тоже это все у нас накопилось. Поэтому витамин D – это даже не просто витамин, это уже считается на сегодняшний день гормоном. Это ваш иммунитет, это ваша здоровая нервная система, это ваш сон, это высыпание, это энергия. В обязательном порядке. В обязательном. Просто высокая эффективность здесь усвояемости тоже не задержит ГМО. Это поддерживает здоровье зубов, помогает в поддерживании прочность костей. Тем более в пожилом возрасте обязательно нужно. Это… что у нас еще витамин? Отпадной… ну, здесь рекомендуется по одной капсуле в день. Но это, опять же, у кого не нормальная дозировка в организме. Так что обязательно присмотритесь в витамин D. Тем более, если у вас проблемы с щитовидкой, как у меня, то есть у меня постоянно прыгает ЭТГ, обязательно нужно вместе с другим продуктом, который сейчас я покажу, йодом, ну, здесь в зависимости, да, то есть обязательно обращайтесь к врачу. И надо в зависимости, какой у вас уровень ДТГ, да, насколько может помочь вам йод, нужно принимать витамин D3 и желательно омегу, чтобы это было лучше, лучше было у вас накопление и усвоение. Мне немножко тяжело говорить, потому что… Тяжело, потому что болею. Так что витамин D обязательно. Следующий продукт, который я заказала, хочу вам показать, это у нас идёт вот такой вот продукт от марки НАУ. Келп. Келп – это по-другому, я уже рассказывала не раз, без него мы не обходимся, ни я, ни мой ребёнок. Это йод. Здесь йод идёт содержанием из бурых водорослей. Чистый продукт. Опять же, это не йодомарин. В йодомарине количество содержания йода не стопроцентное. Там очень много вспомогательных вот этих химических соединений, химических каких-то там добавок. Поэтому как бы мы его не употребляем. Здесь чистый продукт, чисто из бурых водорослей идёт йод. В одной капсул, здесь таблеточки. Таблеточки достаточно такого среднего, средней формы. Хорошо проглатывается, в принципе, как бы ребёнок у меня нормально проглатывает. В одной таблетке 150 мг. Здесь всё зависимость и дозировку должен устанавливать ваш врач, на каком, на сколько у вас повышен ТТГ. Может быть, он у вас радикально повышен, что йод даже не поможет вам, а поможет только, допустим, гормон. Соответственно, такое у меня тоже случалось. Значит, обеспечивает нормальную работу щитовидной железы. Не содержит, ГМО уже сказала. Не содержит ингредиентов животного происхождения. Значит, лекарственные растения, травы. Ну, это бурый водорослей они имеют в виду. Значит, в принципе, даже для профилактики можно принимать по одной таблетке. Никакого запаха не имеют. Хорошие отзывы. Я без него не могу. Это не первый раз я заказываю. Поверьте, это уже, я уже не знаю, какая третья или четвёртая баночка. Обязательно. Мы обязательно всегда сдаём анализ. Если не раз в год, то раз в полгода. Поэтому без него мы никак не уже его пьём. То есть, обязательно он нужен нам в организме. Потому что употребление в организме йода с продуктами тоже невозможно столько всего скушать. И последнее, что я хочу вам показать и потом уже рассказать, как я спасаюсь от вирусов, от ОРВИ, ОРЗ, гриппа. Если вы только начинаете заболевать, чувствуете, что там продуло, промокли, какие-то первые симптоматики. Или вы, допустим, уже действительно заболели, как в моём случае. Или, допустим, кто-то из ваших членов семьи заболел. И вы понимаете, что лучше нет-нет-нет, менячур давать вам, вашему ребёнку, для того, чтобы вы могли как бы это, ну как сказать, уберечь себя от этого вируса. Значит, есть такой продукт от марки НАУ. В этот раз я заказала колостру. Здесь находится он в капсулах. Вот такие вот капсулы. Капсулы все скрываются, в принципе, и хорошо глотаются. Тоже знак GMP, как всегда. Значит, что такое колостру? Я не буду голословно, сейчас вам всё это расскажу. Это для здоровья иммунитета. Значит, колостру это иммуноглобулины и лактоферин. Это поддержание нашей иммунной системы. И, соответственно, усиливает нашу иммунную систему. Колостру, по-другому можно сказать, это молозиво. Молозиво – это питательная жидкость, вырабатываемая млекопитающими в качестве пищи для новорождённого в течение нескольких дней после рождения, до начала выработки молока. Эта пищевая добавка, получаемая из коровьего молозива, предлагает множество биологических активных белков, включая иммуноглобулины, лактоферин и мышечную ткань, а также здоровую иммунную систему. Значит, научные исследования показали, что молозиво может помочь улучшить биодоступность всасывания питательных веществ в организм, одновременно стимулируя работу желудочно-кишечного тракта. Ну, это я вот прямо, как написано, я вам всё прочитала. Значит, здесь принимается по одной либо по две капсулы в день. По одной капсуле можно принимать, здесь принимается можно на голодный желудок. Ничего страшного желудку не будет, всё даже замечательно, но также можно и после еды. Это уже как бы вы как хотите. Я принимаю в данный момент на голодный желудок, и море и сын принимают после, вместе с витамином С, сейчас тоже про него расскажу, после завтрака, после еды. Значит, здесь 120 капсул. До этого я брала марки 21 век, не было в наличии, сейчас взяла колостром и не пожалела. Это классный продукт и очень помогает именно пережить вот эту ломоту в теле, чтобы сильно не разболеться, чтобы не быть, как вы знаете, вообще просто вот, я не знаю, как кисель, как тряпка. Нет, всё равно есть энергии, есть силы, организм борется, это чувствуется, иммунная система усиливается, накапливается, сражается. Значит, для профилактики одну капсулу в день можно, если ребёнок не болеет, и вы боитесь, чтобы какие-то вирусы, чтобы он не заболел. А, допустим, когда вы уже разболелись, как я это принимаю утром и вечером по одной капсуле. Хорошие отзывы, хорошие рекомендации, я сама на себе испытала очень даже здорово, не боюсь его принимать, потому что давно для себя открыла вообще это понимание колостром. И всегда его держу у себя в такие моменты вирусные, в зимние периоды, всегда держу у себя в аптечке обязательно. Значит, это первый момент, которым я сражаюсь со своими вирусами. Вот, пожалуйста, колостром. Второй момент, это, сейчас быстренько пройдусь, чтобы вас ознакомить и посоветовать, это витамин С. Я покупаю только такой формы, потому что у меня с желудком не всё хорошо. Это форма Эстер-С. Здесь форма, которая натуральная и выработанная кальцием аскорбаты. Именно натуральная форма, то есть не аскорбиновая кислота, а именно натуральная форма выработанного, это витамина С. Поэтому он мягкий, всегда после еды принимать, он не травмирует желудок, поверьте, потому что, ну, у меня как бы не совсем хорошее состояние желудка. Сейчас я его улучшаю. Было много обследований и много что выявилось. Улучшаю его. Сейчас прихожу как бы с правильным питанием, с правильным потреблением продуктов. Соответственно, он у меня усиливается, улучшается, выздоравливает. И поэтому, когда мне надо принимать витамин С, я только использую эту форму. Мягко, не травмирует. Тоже стопроцентная веганская. Здесь нету никаких этих ГМО, блютейна и всего остального. Нет каких-то дополнительных каких-то добавок. Прям вот замечательно витамин С. Замечательно. Он находится в таблетках. Таблетки вот такой вот формы, хорошо глотаются. Очень, очень. Желудок вообще даже не думает. То есть для иммунитета, для профилактики, для приболезней замечательно. Это витамин С. А еще то, что я с недавних времен начала принимать, это вот такие вот пробиотики от марки НАУ. Пробиотики, они находятся в капсулах. Конечно, на iHerb очень много пробиотиков и пребиотиков. Можно и то, и другое, чтобы было больше результата. Но что хочу сказать про эти. Они находятся у нас в капсулах. Никакого запаха нет. Вот такие вот капсулы тоже хорошо глотаются. Именно даже не просто вообще пропить курс. Курс пропивается 3 месяца, там, а то месяц, 2 месяца отдыхаете. Ну, 2 месяца отдыхаете. А именно, когда вы уже начинаете заболевать или вы заболели, даже для профилактики обязательно нужно в пробиотике. Потому что наша иммунная система находится где? Конечно же, в кишечнике. И если у нас слабый кишечник, кишечник всему голова, если у нас слабый кишечник, то получается, наша иммунная система страдает. Получается то, что наш иммунитет слабый. И страдает наша кожа, волосы, ногти и всё остальное. Наша красота. Значит, именно почему я выбрала именно этот пробиотик? Значит, потому что здесь 8 штампов и 4 миллиарда живых микроорганизмов. Значит, здесь пробиотики, ферменты, поддержание пищеварения. Значит, очень полезная смесь 8 различных видов полезных бактерий для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта и работы иммунной системы. Присмотритесь, прочитайте, найдёте. Мне понравился результат. Не выражает ни диарею, ни запоры, не выражает каких-то там болезненных ощущений, ни аллергии, ничего подобного. Опять же, уже что сказала, то, что нужно пропивать 3. Но вообще, если по честности, то врачи советуют от 4 до 6 месяцев, в зависимости, какое состояние у вас кишечника. Здесь тоже можно сдать анализ. Анализ Осипова, например. Да, он дорогой, он раздаётся в определённых лабораториях, но он эффективный, и вы уже сразу увидите, какое у вас состояние вашего кишечника. Я не принимаю, допустим, если вы принимаете противфирусные препараты или принимаете гемопатию, для меня вот замена колостром. То, что касается витамин С, вы знаете, да, все многие, что он необходим как витамин С. Это наше здоровье, это наша даже красота и кожа и так далее. Пробиотик, то, что усиливает наш кишечник, наши бактерии в кишечнике, и засеивает, так сказать, ну не только с пробиотиками, но и с продуктами питания, правильные продукты питания, больше клетчатки, больше зелени, больше овощей, тем более сезонных овощей. Это очень и очень важно. Убрать всякое там сладость и мучное, трансжиры и вот эти все продукты. Также я исключила мясо и нисколько не жалею. И, соответственно, это помогает мне, чтобы не доходить до антибиотиков и не доходить, допустим, до каких-то химических препаратов. То есть я не сторонник этого, я против этого. Да, если у вас заложен нос, естественно, я капаю капли в нос, чтобы сосуды расширяющие, чтобы было тяжелее дышать. Если вы кашляете, естественно, я принимаю какие-то продукты от кашля. И есть даже, сейчас у меня в данный момент нету, есть препарат, который рассасывающий таблетки. Там идет в составе цинк и кальций. Тоже есть на сайте iHerb. Сейчас не помню марку, чтобы вам сказать. Я их всегда тоже покупаю, чтобы они были у меня в аптечке. Вообще, горло должно само бороться, даже если у вас красное горло, но, естественно, если у вас не высокая температура, не ангина, само должно бороться. Именно вот здесь мне помогает пробиотик. То есть, усиливается и колостром, усиливается иммунная система. И мне началось все с красноты в горле. На второй-третий день у меня уже горло не болело. Я ничего не делала для этого. Конечно, можно полоскать фурцелином, можно полоскать и соды, какие-то там народные средства обязательно. Но я против химии, против химических элементов, химических препаратов. И если мы уже дошли до антибиотика, ну так, на значение есть врача. То есть, мы не должны пренебрегать этому. Это все зависит от анализов. Я пошла к врачу, сдала анализы. Анализы у меня замечательные. Да, я подцепила какой-то вирус. У меня были большие боли в спине. Ломота тоже, как бы, здесь, может быть, продула, потому что ночью фурчика открыта. А ночью у нас холодно в данный момент. Уже, уже, уже. И поэтому, как бы, здесь вот такой момент. Если вы дошли до антибиотиков, и потом вам врач прописывает пропить линокс две недели, дорогие мои хорошие, две недели недостаточно. Потому что пробиотик нужно пробивать. Лучше, конечно, в паре брать пробиотик и пребиотик. Пребиотик это усиливает, питает ваш кишечник. Пробиотик накапливает. Ну, это я уж как вкратце простым языком. Конечно же, лучше брать и пропивать уже тогда три месяца, как минимум четыре, чтобы после антибиотика привести микрофлору, провести кишечник в порядок. И то, что касается, допустим, желудка. Ну, это вот, в принципе, всё, что я вам хотела пожелать, посоветовать, подсказать, и рассказать о новой посылке и с чем я справляюсь с вирусными инфекциями. Кому-то, если было полезно, я очень буду рада. Если понравилось вам видео, ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои рекомендации. Может быть, вы тоже что-то из этого используете. Либо у вас свои методы, или у вас есть позиция, которую вы заказываете с сайта Ахерп, и вам очень нравится. Я буду очень рада, если вы посоветуете, покажете, расскажете и посоветуете. И всем всего хорошего. Берегите друг друга. И обязательно будьте здоровы, следите за своим здоровьем и за нашим правильным питанием. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова